Друзья, вторая серия фильма про заброшенный сад. Так, снова мои самые близкие люди. Даша, повернись. Тимоша, повернись. Вот. Значит, немножко не туда, давайте направо. Сейчас мы с вами будем два дела делать. У меня в руках рамка. Вот. И сейчас я полезу сюда. Вот. Несмотря на свои габариты. И... Пошли. Итак, первое. Мы ищем уникальные сорта слив в диком саду. Почему я сказал уникальные? Когда-то этого добра было... Есть такое выражение, как собак нерезанных. Вот. Потом с годами их стало именно меньше. У людей покупательная способность падала. На рынках люди стояли с пятью с десятью ведрами. А потом гнилые выбрасывали. Это реальность. Следующий этап. Средства массовой информации научили людей уничтожать, в том числе и сливы, собственно, руками. Их еще много. Вот. Но так как их почти не покупают, многие пользуются своими. Другие купили бы, но покупательская способность, в принципе, падает. Это только это... Предварительные компании говорят, что у нас доходы выросли в два раза. Скорее всего, упали в полтора раза. Вот. Как-то забывают, что почему-то на многие продукты, на многие товары, цены в полтора-два раза повысились. А этого те, кто отвечает за эту сферу, даже и не заметили. Вот. Итак. Первый же... Да, еще недостроенный дом. Сорок лет назад были посажены в сад. Двадцать лет не вступала сюда нога. Кроме моей вот этой маленькой компании. Вот эту мы уже не берем. Все, наелись. Уже больше десяти ведер. У нас косточки не купят. Не, не бери, не бери. Мы идем за синими. Ой, за желтыми. За желтыми. Вот он валяет, но тут мало. Подожди, может быть, мы не все ветки, не все деревья. Дайте я пройду. Так. Значит, ваша задача только желтые. Они стали дефицитными. Вот. Вот она на дереве. А, это она падала и накололась просто. Сейчас я познакомлю с ней. Конечно, за сорок-то лет она стала мелкой. Давайте посмотрим. Она стала мелкой, но на самом деле она вот такая вот. До сорок лет позади. Вот. Ммм. У меня вкус остался. Чисто сладкий. Так. Снова красно-желтая. Старые-старые кусты, которые уже на фоне вымирания. Я нашел еще одну желтую. Вот. Так-то куст большой. Может быть, по периметру много упало. Сейчас посмотрим. Здесь крапивы. Даша. Вот они лежат. Прямо в крапиве. Не так много. Что-то на деревьях есть. Можно прямо с дерева брать. Она уже переспела. И постарайтесь весь куст обойти, несмотря на крапиву. Куст очень большой. Диаметра метров 15. Так. Ну что, успеете? Ладно. Повышенная ставка. 300 рублей за ведро желтой сливы. Так. Тимош, проходи сразу туда. Давай ты. Ты же это. Крапива. Тебя крапива уничтожит. Да. Ты когда собирай тут, а ты тогда дашь, а у кого длинные рукава, иди ты дальше. У меня нет денег. Да тут тоже. Их, наверное, уводить надо вообще отсюда. Вообще. Ну, они не смогут здесь. Ну, вот здесь, где ты стоишь. Пусть собирается. Ну, пусть стоят. А ты иди туда. Ну, вот на полу тут валяется. Так, я могу это. Соню забрать с собой на грушу. А, да. Иди, дочь, грушу с дедом собирается. Пойдем. Так. Потом я вам хочу биополе ваше померить. А, Дима. А, мне так нравится. Дима. Ну, грушу мы будем собирать культурную со своего участка. В то время, когда здесь садили сады, здесь была очень грустная прогруша. Или полусъедобная. Пойдем. Или... 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 Вот. И все. Знаешь, что? Соня, мне нужно сейчас померить биополе... А так же, как зашли, так и вылезут. А так же, как зашли, так и вылезут. 20 лет не ступала нога вот здесь. До этого садили картошку, но картошка вообще не росла. Это была одна из причин, что абсолютно без жизни дали. Я взял с собой белокусторную рамку одну, правда. Соня, постоишь тут? Мне нужно пять минут. Хорошо. Я пошел. Вот. Рамка сразу начала крутиться. Вот. На моем участке есть несколько таких, чтобы постоянно крутился. Такого нет. Вот. Я надеюсь, видно. Одной рукой держу. Снимаю. Мне надо. Фильм учебный. Вот. А здесь... Крутится. Это такое место. Я бы о нем не знал, если бы однажды не забросили. Потому что не растет ничего. Смотрите внимательно. Ничего не растет. Вот. Видели? Плохо. Надо вдвоем. Один говорит. А этот... С рамками ходит. А другой... Оператор меряет. Но тем не менее. Давайте. Вот. Вот. И когда его забросили. Здесь... Ничего не выросло. Видите? Вот здесь выросло. А здесь не выросло. И тогда только я сказал себе. И эти 20 лет назад я его померил. Потом 20 лет назад я тут не был. Вот. Внимание. Ой. Дальше я не пройду. Дальше просто не пройду. Ну, в общем, достаточно видно, что это сплошная геопатогенная зона. Ремни выбраться другим путем, чтобы показать, что это... Что все поле такое. Надо вдвоем. То есть, потыкаюсь. Вот. Вот. Чуть-чуть другим путем выхожу. Смотрите. Это очень важно. Очень. Да. Я рамками владеть умею и держать в горизонтарном положении умею. Не держаться. Смошная геопатогенная зона. Благодарю за внимание. А нет. Какие-то выводы. Не дай бог. Вот он дом недостроенный. Вот. И уже никогда не будет достроен. Вот поле загубленное. Никогда здесь не будет грядок. А если бы и были, ничего не растет. И не росло. Вот. И не дай бог, если бы вообще-таки внутри дома не мерил. Дай мне охота. Но через него растут гигантские. За 20 лет поднялись эти. Такие гигантские тополя за 20 лет. Значит, эта часть сада нормальная. А откуда человек узнает? Поставить здесь фундамент. Поставить здесь дом. И пошло. Раковые болезни. Гарантированные. Другое дело, что про это никто толком не знает. Самое страшное для науки, что если что-то и знает, то просто отмахивается. Для них жизнь миллионов людей не входит в сферу их ответственности. Просто не входит. Они не виноваты. Им никто не сказал. А почему у нас столько болезней? Почему у нас высокая смертность? Почему у нас низкая продолжительность жизни? Вот одна из них. Вот одна гипотогенная зона. Благодарю за внимание.